Здравствуйте! Сегодня 5 апреля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. Очередная неудача при попытке пары евро-доллар прорвать сильный уровень сопротивления в ценовой зоне 1,4270-1,4290 стала неприятным сигналом для быков по евро. Однако, несмотря на откат валюты от нового максимума 1,4268 к минимальному дневному уровню 1,4193, пара продолжала торговаться с позитивным настроем, пользуясь хорошим спросом на спадах. Это позволило курсу единой валюты подняться вновь, но, впрочем, также ненадолго. Между тем, вчерашние торги показали снижение рыночной активности перед предстоящими заседаниями четырех крупнейших центробанков – Европейского центрального банка, Банка Англии, Резервного банка Австралии и Банка Японии. Инвесторы в ожидании решений по ставкам не спешили с принятием решений. К тому же вновь всплыли на поверхность негативные факторы в экономической ситуации еврозоны, которые ранее инвесторы предпочитали не замечать. Рост экономики еврозоны в этом году, например, начал отставать от Великобритании, несмотря на ее жесткую программу снижение бюджетного дефицита и сокращение расходов. Инвесторы задумались также и о последствиях повышения ставки в еврозоне, которая наверняка увеличит и без того высокую долговую нагрузку проблемных стран региона и создаст настоящую пропасть между слабыми и сильными экономиками в Европе. К тому же предстоящее на этой неделе повышение ставки уже полностью учтено в сегодняшнем курсе единой валюты и не создает стимул для ее дальнейшего роста. На этом фоне в течение всего дня пара так и не вышла из диапазона боковой торговли. Похоже, что остановившись перед ключевым уровнем сопротивления, евро сформировал вершину подъема и готов начать нисходящую коррекцию. На торгах во вторник предполагаем продолжение снижения пары к ценовым уровням 1.4183, 1.4148 и 1.41. Если пара на откате сумеет закрепиться выше 1.4226, может возобновиться восходящее движение и новая попытка пробиться через уровень 1.4290. Британский фунт несколько вырос против доллара США на торговой сессии в понедельник. От уровня открытия торгов 1.6109 курс пары фунт-доллар поднялся к дневному максимуму 1.6176. Катализатором роста стали покупки британской валюты в кроссах, позволившие фунту вырасти и против американского доллара. Предстоящее заседание Банка Англии по ставкам также поддерживает спрос на пару, но слабая экономическая статистика из Великобритании удерживает быков от агрессивных действий, сохраняя при этом риски снижения валюты. Кроме того, как стало известно, британские промышленники просят Банк Англии не повышать норматив ставки на ближайшем заседании. В качестве аргументов называются низкие темпы роста заработной платы и падение потребительского доверия, которые проявляются даже несмотря на то, что британское общество еще не ощутило на себе последствия ужесточения бюджета в полной мере. На этом фоне рост пары сменился откатом, а предпринятая быками по фунту новая попытка начать восстановление также окончилась безрезультатно. Курс пары вернулся к уровню открытия дня и завяз в узком ценовом диапазоне между 1,6106 и 1,6133. В нашем прогнозе на вторник ожидаем первоначальное продолжение ценового движения в этом диапазоне, а затем снижение британской валюты к ценовым уровням 1,61-1,6057-1,6030-1,5980. Если пара сумеет пробить верхнюю границу диапазона и закрепиться выше 1,6137, можно ожидать возобновления подъема в направлении 1,6176. В экономической статистике вторника будет опубликовано решение и сопроводительное заявление Резервного банка Австралии по основной процентной ставке. Изменения здесь не ожидаются. Ставка будет сохранена на прежнем уровне 4,75%. Евросоюз представит сегодня месячную динамику объема розничной торговли, а также индексы деловой активности в сфере услуг в целом по региону и по ведущим экономикам еврозоны Германии, Франции и Италии. Данные по деловой активности в сфере услуг опубликуют также Великобритания и США. Кроме того, сегодня состоится выступление председателя Федерального резерва США Бена Бернанке, а в экономической статистике США будет представлен протокол последнего заседания Федерального резерва по ставкам. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.